Затруднены возможности приобретать современное научное оборудование. Взаимодействие ставит нас в зависимости с Китаем. У нас не было микроэлектроники, в Советском Союзе у нас не получилось делать микроэлектронику. И сейчас мы ничего не сможем делать. Это то, что называется синдромом выученной беспомощности. Если бы Эдисон вел такие речи, не видать миру ни граммофона, ни телефона. МВТИ по праву можно считать кузницей миллиардеров. Инвестируют в науку именно предприниматели, используют результаты научных исследований, предпринимателей. Какой процент студентов уезжает за границу? Для молодого человека важно и часто полезно увидеть и поработать в других странах, в других университетах. Почему инфобизнес настолько популярен в нашей стране? Человек может в кино сходить, а может стать на какое-то время студентом университета «Синергия». И эффект примерно тот же самый. Какие главные научные открытия есть в нашей стране? Чем можно сейчас гордиться? Это непростой вопрос. Это проект «Форбс Бизнес Класс». При поддержке платформы для коммуникации «Салют Джаз». Сегодня с нами на связи Дмитрий Ливанов, бывший министр образования, а ныне ректор МФТМ. В 2004 году ученый-физик и молодой доктор наук Дмитрий Ливанов начал карьеру госслужащего, а уже через 8 лет стал министром образования и науки. В то время Ливанов считался одним из самых либеральных людей в российском правительстве. На посту министра он боролся с неэффективными вузами, начал реформу ран, а также предлагал сократить бюджетные места в университетах. Все принципиальные изменения уже произошли. Спустя 4 года Ливанов был отправлен в отставку, что вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Наша с вами задача, я принадлежу по образованию, добиться скорейшей отставки министра Ливанова, как диверсанта, провокатора. Пока одни с радостью воспринимали новость об уходе, другие считали, что он просто взял на себя удар за необходимые, но не популярные решения. Поэтому их суждения не имеют профессионального характера. Они имеют, возможно, эмоциональный характер. Сейчас Ливанов уже 3 года занимает должность ректора МФТИ, лучшего технического вуза страны и одной из кузнец российских миллиардеров. В этом году 9 участников рейтинга «Форбс» – это выпускники Фестерха. С 2021 года МФТИ находится под санкциями США. Мы поговорили с Ливановым о том, что происходит с высшим образованием в России. Алявы не будет! Есть ли у нашей науки будущее? У меня науки, а честность – идея – это абсолютно рациональное основание. Наука и образование не могут существовать без доверия. И почему студенты МФТИ становятся миллиардерами? Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый день. В какой ситуации мы сейчас находимся, по вашему мнению, с точки зрения образования? Мы находимся, очевидно, в переходном периоде, потому что Советского Союза уже нет. И мы живем совершенно в другой экономической и социальной ситуации. Но многие элементы советского образования остались. И, скорее всего, они не жизнеспособны, потому что система образования, по сути, является частью того общества, в котором она работает. И не может работать орган в условно умершем теле человека. Поэтому система образования просто в силу своей инерционности немножко замедленно, с опозданием реагирует на социально-общественные, экономические изменения. Ну и в этом смысле какие-то рудименты советского образования, безусловно, сохранились. Если сравнивать образование в Советском Союзе и сейчас в современной России, что поменялось? Какое, по вашему мнению, образование было лучше? Когда учили лучше? Тогда или сейчас? Знаете, трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Чем-то было лучше в Советском Союзе, что-то лучше сейчас. Это такая дискуссия, которая может занять часы и даже дни. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Мы понимаем, что в Советском Союзе было действительно качественное, хорошо отстроенное, организованное образование, и школьное, и высшее. Оно было идеологизированным, оно было часто оторвано от реальных запросов экономической и социальной жизни, но оно действительно было хорошим и качественным. Сейчас у нас гораздо пестрее картина. В этом зоопарке теперь живет гораздо больше разных животных, от слонов до крокодилов. У нас есть, очевидно, группа элитных университетов, хороших, которые имеют десятилетнюю, даже столетнюю репутацию, которые сохранили эту репутацию и традиции. Не буду их перечислять, но физтех, безусловно, входит в их число. У нас есть, и это уже достижение, беру это слово в кавычки, 90-х годов, большая доля некачественного образования, которое очень часто является просто, по сути, обманом людей. Когда им в обмен на деньги выдают документы об образовании, но на самом деле за этим никаких незнаний, некомпетенций не стоит. Поэтому говорить о том, что лучше, а что хуже, довольно бессмысленно. Нам нужно просто четко понимать, в какой мы ситуации сегодня находимся, диагностировать и наши сильные стороны, и наши слабые стороны, и, исходя из этого анализа, выстраивать свое будущее. Вы говорили про некачественное образование, и мне сразу захотелось вам задать вопрос про инфобизнес. По вашему мнению, почему инфобизнес настолько популярен в нашей стране? Я думаю, что популярность инфобизнеса в нашей стране примерно такая же, как в любой другой. С одной стороны, очевидно, у людей есть запрос на то, чтобы стать лучше, с минимумом усилий. И то, что предлагает инфобизнес, это как раз ответ на этот запрос. Но, как правило, это сопровождается самообманом для человека. То есть он услугу получил, а лучше в результате не стал. И из этого происходит много разочарований и даже иногда трагедий. Но с другой стороны, нужно к этому относиться спокойно, если мы констатируем, что это вообще деятельность к образованию отношения не имеет. Это скорее из области досуговой деятельности. Человек может в кино сходить, а может стать на какое-то время студентом университета «Синергия». И эффект примерно тот же самый. Просто в кино вас не обманывают, а здесь вас обманывают, выдавая вам документ, за которым нет… Хотя и в кино обманывают, тоже бывают спецэффекты. Может быть, здесь действительно такая аналогия. Вам как кажется, высшее образование должно быть массовым или всё-таки элитарным? Ну, высшее образование уже стало массовым. Мы с этим ничего сделать не можем, да и не надо с этим бороться, поскольку у людей есть запрос на высшее образование. В нашей стране вообще, насколько я сейчас помню, хотя могу и ошибаться, но мне кажется, что доля людей, получающих высшее образование в возрастной когорте выше, чем в других странах, ну, развитых странах, с которыми мы хотим конкурировать. И точно выше, чем в Китае, гораздо выше. Ну, там, конечно, огромная численность людей. И выше, чем в Штатах или в европейских странах. Поэтому в этом ничего нет плохого. Это просто накладывает на нашу систему образования определённые условия, ограничения. У неё есть особенности, которые нас отличают. И это хорошо, потому что у нас и общество отличается. Лично у меня сложилось впечатление, что раньше у вас была немножко другая позиция. Вы выступали за сокращение бюджетных мест, за то, чтобы люди получали образование среднеспециальное. Сейчас, насколько я понимаю, чуть поменялось мнение в этом плане, да? Да нет. В общем, если мы посмотрим на потребность рынка труда, с одной стороны, а с другой стороны, на структуру образования, которое имеют наши граждане, то, конечно, нам нужно больше людей со средним образованием, специальным образованием, чем наша система образования сегодня производит. Даже, например, в области IT далеко не все должны иметь высшее образование. Там прекрасно могут работать и иметь высокие результаты, успешными быть люди со средним образованием. Но, с другой стороны, если есть у общества запрос на высшее образование, если каждая семья хочет, чтобы ее ребенок, сын или дочь получили высшее образование, пусть даже второго или третьего класса, или пятого класса, но вот чтобы было, то вряд ли можно этому сильно сопротивляться. То есть, конечно, нужно ставить ограничения, повышать пороги, бороться за качество, проверять уровень этих программ образовательных, но точно невозможно здесь административными методами запретить или как-то препятствовать людям получать высшее образование. Ну, условно говоря, я вам приведу очень простой пример. У нас примерно, по-моему, сейчас около 550 или 600 тысяч бюджетных мест каждый год. То есть, это мест, которые в высших учебных заведениях финансируют государство для первокурсников, ну и потом, соответственно, на последующие годы обучения. Ну, примерно столько же человек поступает на так называемые платные места, то есть они сами платят за образование. Вот и все. Ну и дальше возникает вопрос. Ну, может быть, запретить платные места? Тогда, конечно, у нас сразу станет в два раза меньше студентов. Но вряд ли это является правильной мерой с точки зрения социальных последствий, которые при этом могут возникнуть. Каждый из нас хотя бы раз попадал в ситуацию, когда опаздывал на онлайн-встречу из-за проблем с подключением. Хорошо, что разработчики Салют Джаз позаботились о нашей нервной системе и создали действительно удобную и понятную платформу для коммуникации. Здесь простой и интуитивно понятный интерфейс. А подключиться к звонку можно всего за пару кликов. Разобраться сможет даже тот, кто пользуется сервисом впервые. В Салют Джаз на одной встрече можно собрать до 200 человек, а для более масштабных событий предусмотрен формат вебинаров на 3000 слушателей и 100 спикеров. А еще недавно появилась возможность проводить 3D-встречи, на которые можно отправить своего анимированного персонажа. Презентация в 3D точно впечатлит ваших клиентов и партнеров. И раз уж сегодня мы говорим про образование, я расскажу вам еще про одну функцию джаза, которая будет особенно полезна для учебных заведений и для корпоративного обучения. Это сессионные залы. Они позволяют разделить учащихся на команды, давать им групповые задания на закрепление навыков, а после возвращать их в основной зал для обсуждения результатов и многое другое. Салют Джаз – это идеальное решение для организаций, лекций, вебинаров, мастер-классов, тренингов, мастер-майндов и хакатонов. Редакция Forbes Business Class успела оценить все преимущества Салют Джаз и даже организовать тренинг для сотрудников. О хорошем, как говорится, хочется делиться. Мы попросили команду Сбердевайсис сделать для наших зрителей специальное предложение. И они с радостью пошли нам навстречу. До конца июля 2024 года при покупке годовой лицензии сервиса по промокоду Forbes вы можете получить год общения в подарок. Все условия акции по ссылке в описании к этому видео. Хочется услышать ваше мнение по поводу отмены баллонской системы. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что мы толком не стали участником этой системы. Мы только декларировали в свое время, что мы входим. Но, по сути, не подстроили нашу систему образования так, чтобы она была полностью сопоставима с системой образования Европы или ведущих, например, американских университетов. И в этом смысле нам особо тут нечего терять. Мы имели некий симулякор баллонской системы, поэтому отказ от него никакими серьезными рисками нам не грозит. Мы просто перейдем к другим срокам образования. Мы, например, на Фестехе вместо четырехлетнего бакалавриата сейчас думаем ввести пятилетнюю программу высшего образования, которая будет потом дополняться однолетней либо двухлетней магистратурой, либо даже, возможно, интегрированными программами магистратурой, аспирантура продолжительностью, соответственно, пять лет. Сейчас такие достаточно гибкие системы обсуждаются. По сути, они не сильно отличаются от того, что было раньше. Ведь важно не то, учитесь вы четыре года или пять лет, а важно то, чему вы научились в течение этого времени. Иногда за четыре года можно сделать гораздо больше, чем за пять, если у вас правильно организована работа. ВТИ находится с 2021 года под санкциями. И хочется понять, как вообще ограничения в международном общении, в информационном плане, технологическом, связываются на обучении и науке в целом? В целом мы испытываем, конечно, ограничения, но я бы сказал, что страновые ограничения для нас более чувствительны, чем конкретные санкционные списки, в которых оказался физтех. То есть мы примерно точно так же, как любой другой российский университет или российская компания, испытываем эти ограничения, связанные с этим неудобством. И можем вследствие этого развиваться медленнее, чем могли бы, если бы обмены оставались. И академические, и технологические. Поэтому я уже говорил раньше о том, что у нас снизилось количество публикаций в ведущих научных журналах примерно на 20% по отношению к 2022 году. У нас, конечно, затруднены возможности приобретать современное научное оборудование. Что-то мы пробуем закупать в Китае или в других странах, но далеко не всегда можно купить аналог того, что нам действительно нужно в Китае. Хотя Китай активно развивается. Мы хотели бы иметь академические обмены с ведущими мировыми университетами и расширять программы сотрудничества с ними в науке. Но сейчас это невозможно. Ну и так далее. Конечно, это сдерживает развитие. Для всех было всегда очень важным, особенно в последние 10-15 лет, чтобы и студенты магистратуры, и студенты аспирантуры, и молодые исследователи получали возможность пройти стажировку в лучших лабораториях других университетов в разных странах. Сейчас для этого возможности сузились, но не до нуля. То есть понятно, что с университетами из недружественных стран возможности институционального сотрудничества сегодня отсутствуют, хотя на неформальном уровне многие профессора и научные группы работают вместе, выходят совместные публикации, есть совместные аспиранты, студенты и так далее. Но в целом, конечно, из-за внешнеполитических факторов в количественном отношении эти обмены сократились. Но с другой стороны, мы сейчас активно развиваем связи с ведущими китайскими университетами, которые сейчас на очень хороших позициях в тех же самых международных рейтингах. И там есть прекрасно оснащенные лаборатории и центры, есть хорошие университеты и в других странах, и в Бразилии, и в Турции. Поэтому на самом деле возможности для международных академических обменов есть, и все с тех ими активно пользуются. Вы в своей речи несколько раз упомянули взаимодействие с Китаем в научной сфере. Вам не кажется, что это взаимодействие ставит нас немного в уязвимое положение, в зависимости от Китая? Любое взаимодействие – это всегда зависимость. Наше взаимодействие ставит нас в зависимость с Китаем, и оно же ставит зависимость Китая от нас. Понимаете, если это взаимодействие правильно организовано, если оно взаимовыгодно и приносит пользу обеим сторонам, то здесь и зависимость является взаимной. То есть мы, например, сейчас обсуждаем программы обмена с ведущими китайскими университетами только на основе паритета. То есть мы принимаем у себя условно 10 или 15 китайских студентов, а китайский университет принимает 10 или 15 наших студентов. Вот на таких условиях, если наши партнеры заинтересованы, если это классная научная лаборатория, которая есть на китайской стороне и классная научная лаборатория, которая есть на нашей стороне, если они, эти сами лаборатории, понимают, что для них такие обмены полезны, то, конечно, мы идем на эти проекты. Ну а кто здесь от кого зависит? Ну, конечно, любой, кто получает выгоду и пользу от сотрудничества, зависит от него. Но задача наша сделать так, чтобы польза была взаимной. а следовательно, независимость взаимной. С начала специальной военной операции ряд компаний начали выстраивать параллельный импорт. Если говорить про сферу науки, был ли выстроен параллельный импорт в сфере коммуникации? Есть в каком смысле. Например, многие научные конференции, которые проводились ежегодно в европейской стране, они сейчас проводятся в Ереване, или в Самарканде, или где-то в Китае, или в Дубае. С этой точки зрения, да, сделано это по понятным причинам, чтобы туда могли приезжать люди, ученые из России и из любых других стран мира, и возникало общение, которое ученым необходимо и полезно. С этой точки зрения, конечно, такое происходит, это абсолютно нормально, и мы даже поддерживаем это, поскольку в науке, особенно в фундаментальной науке, общение ученых между собой очень важно. То есть на нейтральных территориях все равно общение между учеными из нашей страны и недружественных сохраняется? Безусловно, конечно. В этом плане можно сравнить науку со спортом? Есть Олимпийские игры. Можно провести параллель между спортом и наукой в этом плане или нет? В принципе, то, что наших спортсменов не допускают на Олимпийские игры или какие-то другие крупные международные соревнования, примерно аналогично тому, что нашим ученым закрывают возможность публикации своих результатов в лучших международных научных журналах. Наверное, вот эту аналогию можно провести. То есть условия для равной конкуренции нарушаются. И, на самом деле, это плохо для всех. Это плохо для всех, кто в эту ситуацию попадает и, условно говоря, на нашей стороне, и на той. Я думаю, что по мере того, как люди будут умнеть постепенно, рефлексировать то, что происходит, эта ситуация будет меняться к лучшему. Потому что информационный обмен и научный обмен всегда интересен обеим сторонам. Потому что если бы он не был интересен, обмена бы не было. Точно так же, как и участие наших спортсменов, если уж вы эту аналогию начали, в тех видах спорта, где они являются лидерами или одними из лидеров, повышает уровень конкуренции, интерес к соревнованию соответствующему и так далее. А если конкуренции нет, ну, кто будет на эти соревнования смотреть и какую ценность имеют эти медали, если, условно говоря, номер один в этом виде спорта – это спортсмен из России, а он допуска на соревнования не получил. Мы же все прекрасно понимаем, что тогда, ну, видимо, и престижность этой награды ниже, и человек, который ее в результате заслуженно получил, то есть он-то ни в чем не виноват, он занял свое первое место, но он в результате пострадал. Если бы он эту же медаль получил в честной конкурентной борьбе, он мог бы, наверное, в большей степени ей гордиться. Как вам кажется, вот учитывая это международное общение на нейтральных территориях и не только, насколько это общение может быть безопасным? У нас в стране были случаи, когда ученых обвиняли в государственные изменения. Ну, были случаи и такие, были и другие случаи. Здесь важно просто понимать, что есть информация с ограниченным оборотом. И каждый человек, который имеет доступ к этой информации, неважно, ученый он или инженер, или административный работник, он берет на себя соответствующие обязательства, связанные с нераспространением конкретной информации. Вот и все. Есть специальные люди, которые за этим следят и правильно делают, поскольку, еще раз говорю, что есть действительно информация, которой нельзя делиться. И в любой стране есть определенные реестры, перечни таких сведений, в том числе у нас. Поэтому мы всегда настраиваем сотрудников физтеха на то, чтобы максимально внимательно и ответственно относиться, особенно тех, у кого есть доступ к таким сведениям чувствительным, к режиму обращения этой информации. А дальше уже наступает ответственность конкретного человека за свои действия или бездействия. Десять лет назад вы были активным критиком Российской Академии Наук. Хочется понять, как сейчас ваше мнение поменялось, как вы оцениваете сейчас? Я бы не сказал, что я был критиком Академии Наук, но действительно, если вы имеете в виду так называемую реформу Академии Наук, которая произошла в 2013 году, то она действительно привела к большим изменениям в нашем научном секторе. Эти изменения состоят прежде всего в том, что сейчас научные организации, то есть институты, не входят в состав Академии Наук. Этим был исключен постоянный конфликт интересов, который возникал между людьми, которые делят деньги на науку, то есть сотрудниками Президиума Российской Академии Наук и так далее, потому что одновременно они же были и руководителями этих научных организаций. Поэтому сейчас ситуация более справедливая и здоровая. Научные институты сами по себе, а люди, которые принимают решения о финансировании отдельно, отделены. И с этой точки зрения сейчас экспертные функции Российской Академии Наук по отношению к самым разным государственным и общественным программам и предложениям растет. И это очень здорово, потому что очень важно из самых разных предложений всегда выбрать лучшее, особенно если речь идет об использовании бюджетных, то есть общественных средств на это предложение. Поэтому то, что сейчас авторитет Российской Академии Наук именно как экспертной организации повышается, все больше и больше различных проектов становится объектом этой экспертизы, это очень здорово, это безусловно ведет к оздоровлению ситуации в нашей науке. Как вам кажется, насколько мы технологичная страна? Ну понимаете, с точки зрения проникновения в жизнь людей современных технологий, мы безусловно высокотехнологичная страна. Уровень, например, цифровых сервисов, которыми мы пользуемся, и в взаимоотношениях с государством, и в взаимоотношениях с компаниями, с банками, и уровень проникновения высокоскоростного интернета у нас один из самых высоких в мире. С этой точки зрения у нас население, люди, видимо, можно сделать такой вывод, крайне заинтересованы, хотят и готовы использовать новые технологии. С другой стороны, это уже другая сторона этой медали, если мы посмотрим объективно на вклад России в мировое научное развитие или в мировое инновационное технологическое развитие, то он, конечно, неадекватен нашему потенциалу. Нам нужно сделать еще достаточно много чего, приложить много усилий для того, чтобы этот вклад был больше. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Говоря про потенциал, не могу не спросить. Хочу сразу оговориться. Безусловно, геополитические конфликты – это плохо. И по вашему мнению, насколько текущая ситуация двигает вперед науку и экономику? Если двигает, то куда? Мы с вами видим, например, что последние два года Россия демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. более высокие, чем большинство других развитых стран. Может, за исключением Китая. Хоть не знаю, Китай развитая, не развитая. Но точно больше, чем в еврозоне или на американском континенте. Мы сейчас видим, что компании стали больше и больше инвестировать в исследования. И мы как раз на физтехе внимательно за этим следим, поскольку это то, за счет чего мы живем. Мы, выполняя исследования по заказу компании-государства, повышаем уровень интеллектуализации, базу знаний и нашей страны и человечества. Поэтому чем в большей степени эта деятельность будет востребована, то есть чем больше инвестиций будет в науку, в инновации, тем для нас лучше и тем для страны лучше. И здесь мы тоже видим положительные тенденции. И ясно, чем они обусловлены. Поскольку у наших и больших компаний, огромных и средних компаний уменьшилась возможность доступа к технологиям, которые они раньше в основном импортировали, как правило, овеществленными в оборудовании конкретном, то у них нет другого выхода, как вкладывать деньги в создание что-то своего, что было бы не хуже, а может быть и немножко похуже, но дешевле. Это создает на самом деле большие ожидания, поскольку то, что называется наукоемкостью ВВП на языке экономики, то есть вклад инвестиций в научные исследования и разработки в ВВП у нас, конечно, последние десятилетия в стране крайне низок, около процента. А в развитых странах это 2,5-3,5 процента и больше. Пока мы не сдвинемся с этой мертвой точки, не пойдем по пути наращивания наукоемкости, валового внутреннего продукта, у нас точно не будет в достаточном количестве ни высокотехнологичного бизнеса, ни инноваций, ни возможности развивать экономику на основе собственных разработок. И этот процесс сейчас пошел. В какой степени он будет устойчивым, в какой степени он действительно приведет к новому качеству инновационного технологического развития, покажет будущее. Это зависит и от политики государства, от разных политик точнее, и от активности предпринимателей, поскольку инновационной деятельностью занимаются предприниматели, инвестируют в науку. Именно предприниматели используют результаты научных исследований для создания новых продуктов, услуг предпринимателей. Поэтому от состояния предпринимательского класса тоже очень многое зависит. Но в целом мы точно можем сказать, что сейчас у нас есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Есть ощущение, не знаю, может быть, вы меня в этом разубедите, что сейчас активно развиваются технологии в военно-промышленном комплексе. И в тот момент, когда все это закончится, когда-нибудь все это закончится, эти технологии, как мне кажется, поправьте меня, если я не прав, будут сложно применить в жизни. И тогда у нас одна категория или одно направление очень хорошо развито и дофинансированное, высокотехнологичное. А все остальные, ну, так себе. Ну, безусловно, сейчас военные и двойные технологии активно развиваются. Это бесспорно. Но и масса технологий в гражданских секторах, там, условно, начиная от металлургии, логистики, заканчивая связью, именно российские сейчас развиваются, и IT, да, развиваются очень активно. Понятно, что нам нужно создавать свои собственные программные решения, продукты, да, взамен тех, которые стали нам недоступны. Нам нужно создавать инфраструктуру для сетей сотовой связи, да, нам нужно научиться делать высокоскоростные железные дороги, например, да, а это тянет за собой целый ряд инноваций в разных отраслях. Нам нужно научное оборудование, которое нам стало недоступно производить у себя, если у нас есть соответствующие компетенции. Поэтому развивается далеко не только сектор военных и двойных технологий. Мы видим сейчас очень активное развитие и в целом ряде гражданских отраслей. И взаимодействуя и общаясь с целым рядом крупных и средних компаний, я просто вижу своими глазами, насколько буквально за два года интерес к развитию собственной научно-технологической базы у компании вырос. Как вы считаете, какие главные научные открытия есть в нашей стране? Чем можно сейчас гордиться? Знаете, это непростой вопрос. Но точно, чтобы далеко не ходить, мы можем гордиться тем, что, например, две генеративных нейросети очень высокого качества, занимающих по объективным сопоставлениям высокие места в международных рейтингах, созданы у нас нашими крупными компаниями с БЕРом и Яндексом. И могу сказать не без гордости, что выпускники физтеха принимают активное участие в этих проектах, работая и там, и там. Как вам кажется, научные открытия обязательно должны монетизироваться? Никто никому ничего не должен. И наука развивается за счет естественного любопытства человека. И великие ученые, которые создавали, например, теорию относительности или открывали электричество или что-то другое, они вряд ли думали в этот момент про монетизацию своих результатов. Монетизировать научные результаты должны бизнесмены, скорее всего. А задача ученых – это делать первоклассную науку, расширять горизонты познания, узнавать что-то новое, вовлекая в это студентов и расширяя таким образом весь знаниевый багаж человечества. Некоторое время назад в нашей стране предпринимались достаточно серьезные попытки запустить венчурные процессы в нашей стране. Это и Сколково, и Фри, и МПТИ активно принимал в этом участие. По вашему мнению, в данный момент венчур в России жив или скорее мертв? Мне трудно сказать, если мы посмотрим на объемы сделок, которые идут. Конечно, он очень небольшой, и он действительно за последние три года, насколько я понимаю, сильно сократился, хотя я за этим внимательно не слежу. Но, с другой стороны, я просто вижу, общаясь со студентами, что многие из них хотят еще в студенческом возрасте создать свою компанию. И мы считаем, что это надо только поощрять. Это возможность для человека рискнуть, самореализоваться. У кого-то получится, у кого-то нет. Наверное, в этом возрасте, большей части, первый опыт может быть неудачным. Но ничего страшного в этом нет. Любой серийный предприниматель успешный начинал с неудач, как правило. Как, собственно, индустрия, венчурная индустрия, наверное, в России сегодня не в самой лучшей форме. Это правда. Но это скорее определяется общеэкономическими факторами, условиями конкуренции, которые есть, и целым рядом других обстоятельств. Чему сейчас надо учиться, чтобы в будущем быть востребованным? Знаете, это вообще, конечно, футурология – это неблагодарная вещь. Мы, честно говоря, не знаем с вами, что будет через пять лет, а тем более десять, пятнадцать или двадцать. Потому что технологии сегодня имеют очень высокий потенциал быстрого развития, быстрого изменения. Что мы слышали про те же самые генеративные нейросети еще три-четыре года назад? Почти ничего. Об этом знали только узкие специалисты. Да, сейчас это у всех на слуху. Хотя это тоже такой хайп, который, возможно, и пройдет через какое-то время. Поэтому очень важно понимать, что система образования сама по себе консервативна. То есть она работает на основе того рефлексивного опыта, который связан с переживанием и осмыслением прошлого. и люди, которые жили в прошлом, стараются все свои знания, все свои представления о жизни зафиксировать в виде этих образовательных программ и передать их студентам. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, но вряд ли сейчас мы найдем таких визионеров, которые точно знают, что будет нужно людям знать и уметь через 10 или 15 лет. А ведь горизонт планирования у образования именно такой. Если любая компания, особенно небольшая, планирует свою жизнь на год вперед, на два вперед, большие компании, наверное, строят более длительные планы на будущее, у образования более далекий горизонт планирования. Потому что мы только пять лет учим студента, по сути, в бакалавриате. Ну, сейчас четыре года будем учить пять, а еще есть магистратура, еще есть аспирантура. Если мы еще 11 школьных лет добавим, то мы себе представляем, как много времени пройдет с того дня, когда ребенок пришел в первый класс, до того, как он получил высшее образование и стал профессионалом. Ну, а откуда взялась образовательная программа для первого, второго, третьего класса? Она просто взялась из традиции какого-то общего понимания, которое сложилось раньше, до того. А не из того, как мы видим будущее. Поэтому это такая сложная тема. Конечно, есть некоторый технологический фронтир, и мы понимаем, что вот сейчас мы занимаемся, например, беспилотным движением, или мы занимаемся электротранспортом, или мы занимаемся теми же самыми нейросетями или техническим зрением, или мы занимаемся генетическими технологиями, и, скорее всего, мы ожидаем, что в будущем эти технологии будут сильно влиять на развитие человека. Но это все-таки, скорее, гипотеза, которая может подтвердиться, а может и не подтвердиться. То есть, с одной стороны, любой вуз, любой университет опирается на свои традиции, на фундаментальность, на понимание глобальной своей миссии, а с другой стороны, он все-таки пытается поймать вот эти волны технологического развития, которые происходят в тот или иной период времени. На МФТИ по праву можно считать кузницей миллиардеров. Можете сказать, что такого интересного рассказывают на ваших лекциях? Успешные выпускники МФТИ успешны, прежде всего, благодаря своему собственному таланту, трудолюбию, умению взаимодействовать с людьми, целеустремленности и так далее. А задача физтеха, точно так же, как задача любого другого хорошего университета, сделать так, чтобы помогать людям развивать свои таланты. Вот в этом основная миссия МФТИ, которую он уже больше 75 лет выполняет, примерно в рамках той же образовательной модели, которая была заложена отцами-основателями. Эта образовательная модель, она относительно простая, то есть ее можно легко объяснить. Она состоит всего из трех ключевых элементов. Первый – это поиск по всей стране самых талантливых выпускников школ, тех, кто привел выдающиеся результаты в изучении математики, физики в те годы. Сейчас мы к этому еще добавляем компьютерные науки, биологию. Второе – это очень интенсивная образовательная программа, особенно на младших курсах. Это действительно очень тяжелая задача освоить весь наш цикл, прежде всего, конечно, физических и математических дисциплин. А третье – это ранняя профессионализация. То есть уже начиная с третьего курса каждый студент попадает в реальную научную, инженерную, производственную ситуацию в лаборатории или в конструкторском бюро, или в компании. И вот это все вместе, все эти три элемента делают выпускников физтеха немного более успешными, чем выпускников других университетов. В данный момент отслеживаете вы эту информацию или нет? В какие сферы идут работать выпускники МФТИ? Отслеживаем. Более того, мы очень внимательно следим не только за теми сферами, в которые ушли выпускники, но и какую зарплату они получают, в какой стране они работают. То есть все эти данные есть. Например, сейчас есть уникальный сет данных по заработным платам выпускников всех российских высших учебных заведений, где можно проследить, естественно, в обезличенном виде, какой уровень заработной платы средний получает выпускник того или иного вуза. Мы за этими данными внимательно следим, и мы с удовлетворением фиксируем, что МФТИ устойчиво занимает первое место, причем с большим отрывом по заработной плате средней, конечно, выпускника через год после окончания, через три года после окончания, ну и так далее. То есть это говорит о том, что люди конкурентоспособные, они востребованы на рынке труда, причем работает не только сам бренд МФТИ, то есть это средняя заработная плата выше, чем у других вузов, не только через год после окончания, когда человек только приходит в компанию, он еще не успел себя проявить, и оценивается его уровень образования, а не уровень его собственных личных способностей и возможностей. Но и через три года, через пять лет, когда уже человек себя проявил, и рост его зарплаты уже внутри компании отражает как раз его личную успешность и конкурентоспособность. Поэтому да, эти данные сегодня доступны, мы за ними следим, и мы в целом удовлетворены тем, что мы видим. Может быть, можете выделить какие-то тренды конкретно по отраслям, куда уходит студент работать? Ну понятно, что у нас в целом есть три трека, которые являются основными карьерными треками для выпускников. Первый – это наука. Много выпускников работает в науке, как фундаментальной, так и прикладной. Но могу сказать, что, например, МФТ воспитал более 150 действительных членов Российской академии наук за всю свою историю. То есть это очень много. Второй трек – это инженерная деятельность, это работа в высокотехнологичных компаниях, в том числе IT-компаниях. Конечно, роль IT-индустрии в трудоустройстве в последние полтора, может быть, два десятилетия сильно выросла. Это мы прекрасно понимаем, и понимаем, что это объективная вещь. А третий трек – это бизнес. Это создание собственных компаний и их развитие. То есть любой наш выпускник выбирает, как правило, один из этих трех возможных путей для развития. И действительно, как правило, наши выпускники успешней и в науке, и в инженерной деятельности, и в бизнесе, чем выпускники других российских университетов. Вы сказали, что часть студентов уезжает. А куда уезжает? Какой процент студентов уезжает за границу? Мы оцениваем по числу тех, кто получает заработную плату в Российской Федерации. Соответственно, это находит отражение в данных Федеральной налоговой службы, Роструда, что примерно 93-94% остаются, работают, получают заработную плату в России. Соответственно, другие работают за рубежом. Многие выпускники магистратуры, например, едут учиться в аспирантуру в зарубежные университеты. Ну и кое-кто, конечно, и получают постоянную работу уже после завершения образования либо аспирантуры в зарубежных компаниях или в зарубежных университетах. Мы к этому относимся спокойно. И вот эту долю, 5-6, может быть, 7%, считаем абсолютно нормально. Тем более, что многие возвращаются. МФТИ, МГУ, Сколковый, по-моему, высшая школа экономики находится на первом месте по миграции студентов. В свое время Сергей Собянин сказал, что Москва является последним форпостом, задерживающим от токумов из нашей страны. Мы ведь живем на одной планете. И я думаю, что на самом деле для молодого человека важно и часто полезно увидеть и поработать, и испытать себя в других странах, в других университетах, в глобальных компаниях. Поэтому эта вещь в 21 веке абсолютно нормальная. Я не думаю, что возможны какие-то специальные меры административные, которые могут снизить вот эту вот миграцию. Скорее, нам нужно думать над тем, как создавать в России, и в том числе мы думаем об этом на Фистехе, конкурентоспособные, интересные рабочие места для молодежи, для выпускников и наших, и других ведущих российских университетов. Вот это, я думаю, тема, над которой нужно всем думать. Если говорить про наше образование и зарубежное, то в 90-х среднего студента Фистеха можно по уровню было сравнить со студентом Гарварда или MIT. Вот на данном этапе можно ли провести такое сравнение? Или нет уже? Трудно найти объективную метрику для таких сопоставлений. Но действительно, если мы, например, спросим ярких профессоров, которые работают в Гарварде, в MIT, в Кембридже, в любом другом университете мирового класса, в области физики, математики, компьютерных наук, биологии, они действительно скажут, что МФТИ дает им уникальных студентов очень высокого качества, из которых получаются выдающиеся преподаватели, ученые, то есть люди, которые делают очень яркую и быструю научную карьеру. С этой точки зрения мало что изменилось и по сравнению с советским временем, когда просто этих обменов было меньше, но качество было очень высоким. Я, наверное, отдельно хотел бы поговорить о феномене комьюнити МФТИ, потому что даже у нас в редакции пароль от Wi-Fi звучит следующим образом – I love MFTE. Очень приятно это слышать. Как вы можете объяснить этот феномен? Действительно очень сплоченная команда студентов и выпускников, которая гордится и причисляет себя к выпускникам физтеха. Да, здесь, видимо, есть два основных фактора. И вы о них сказали. Первый – это сплоченность. То есть действительно физтехи очень хорошо знают своих и однокурсников, и тех, кто учился даже на разных курсах, на разных факультетах и в разные годы, поскольку кампусная жизнь, о которой я тоже уже сказал, она как раз способствует установлению таких связей между разными поколениями. У нас есть система менторства. Она очень развита, очень распространена. Это менторство со стороны старшекурсников в отношении младшекурсников и со стороны выпускников в отношении студентов в целом. Эта система активно работает. А второе, что очень важно, – это действительно гордость, связанная с принадлежностью к этой элитарной группе людей. А гордость, прежде всего, обусловленная тем, что человек прекрасно понимает, что действительно физтех ему дал очень много с точки зрения развития его способностей, его талантов, и внёс тоже свой вклад в успешность. Я думаю, что сплочённость сообщества и приверженность, лояльность каждого члена этого сообщества и благодарность своей «Альма-Матер» – это действительно то, что отличает выпускников физтеха. У меня есть два образования. Одно – российское образование, я закончил университет, и второе образование я получил в Стэнфорде. И у меня сложилось чёткое впечатление, что мы в России не умеем рассказывать про технологии, про наших учёных, про какие-то достижения. Мы не умеем с точки зрения маркетинга и пиара это упаковывать. У меня к вам вопрос, может быть, предложение. Вам не кажется, что, может быть, на МТТИ есть смысл создать отдельный факультет пиара или маркетинга, который будет упаковывать то, что напридумывали студенты, и помогать реализовывать в жизни? Если бы у нас в разных российских вузах не было бы сотни или даже двух сотен факультетов пиара и маркетинга, то я бы этим предложением этой идеей воспользовался. К сожалению, это немножко уже подпорченная история. По сути, если говорить всерьёз, то, конечно, вы правы. Нам нужно всё-таки меньше посыпать голову пеплом, говорить, что у нас всё плохо, мы ничего не можем, и всё-таки пытаться двигаться вперёд, ставить перед собой амбициозные задачи и их достигать. Потому что то, что я вижу сейчас, это тоже некий диагноз, который мы можем самим себе поставить. Это то, что называется синдромом выученной беспомощности. Говорят, что у нас не было микроэлектроники, в Советском Союзе у нас не получилось делать микроэлектронику, и сейчас мы ничего не сможем делать, и даже не стоит браться, и думать об этом всё равно ничего не получится. На самом деле, если бы… Знаете, у Ильфа есть в записных книжках такая фраза, если бы Эдисон вёл такие речи, не видать миру ни граммофона, ни телефона. Но вот как раз про это. Понимаете, если бы Сергей Королёв не мечтал о запуске ракеты, и потом спутника, и потом первого человека, в те времена, когда это казалось абсолютной фантастикой, то, видимо, всех этих достижений, которые мы сегодня гордимся, и не было бы. Поэтому очень важно нам сейчас избавиться от этого ощущения того, что мы ничего не можем, даже если у нас когда-то не получилось. Это совершенно не означает, что у нас в будущем не получится. Надо пробовать и надо стремиться. За что лично у вас появляется гордость? Чем вы хотите гордиться в проделанной работе? На должности ректора МФТИ и, может быть, министра образования и науки? Мне кажется, трудно ответить на этот вопрос. Но любой человек, если он добивается цели, испытывает гордость за то, что он сделал. Это связано далеко не только с работой, а и с любыми личными увлечениями. Поэтому если я ставлю какую-то цель, и эту цель добиваюсь, то, естественно, это просто здорово и приносит кайф. Но я думаю, что у любого человека точно так же. Это, как я уже сказал, относится напрямую и к профессиональным достижениям. Что касается физтеха, у нас есть абсолютно конкретный план развития, у нас есть конкретная метрика, которая фиксирует и наше нынешнее состояние, и то состояние, в которое мы хотим прийти через 3 года, через 4 года, через 5 лет. Поэтому здесь любой эту абсолютно открытую информацию может увидеть и потом сам сделать свои выводы относительно успешности или неуспешности. А есть вещи, за которые вам стыдно? Ну, вы имеете в виду какие-то поступки, которые я делал? Ну, точно так же, да. Я думаю, что даже и в детстве тоже любой человек делает что-то. Ну, ребенок, а потом мама говорит, как тебе не стыдно. Ну, конечно, стыдно в этом. Но в сознательном возрасте. Ну, в сознательном возрасте, наверное, тоже были случаи, которые являются такими некомфортными с точки зрения воспоминаний, связанные с проявлением, может, излишней осторожности или, наоборот, какого-то слишком мягкого характера. Ну, такое бывает, наверное. Уступил где-то, а потом думаешь, о, черт, зря я это сделал. Надо было настоять на своем. У кого не бывает, у всех, я думаю, такие случаи бывают. Здесь я не могу с вами не согласиться. Дмитрий Викторович, благодарю вас за интересный, содержательный разговор. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Викторович, благодарю вас за интересный, содержательный разговор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.